МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сами заготавливают древесину и 29 перерабатывают. Деловая древесина всегда была лакомым кусочком для предпринимателей, некоторые из которых нечисты на руку. Сейчас, в период обостренных санкций, отправка отечественной древесины за рубеж запрещена. Но на множестве лесопилок порядок пока не наведен. К сожалению, не требуют по-прежнему получения какой-то лицензии на занятие этой деятельностью. Нет, не требуют. Вопрос возникает в помещениях, в земельных участках, на которых организована эта деятельность. В ряде случаев это земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых по закону невозможно поставить объект для переработки древесины. Но такие факты как раз-таки выявляются. Составляются административные протоколы за нарушение экологии. Материалы передаются, связанные с нецелевым использованием земель в управлении Россельхознадзора, который компетентен в отношении составления административных материалов по использованию таких земель под лесопилки. Наведение порядка в сфере лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса сегодня одна из главных задач, стоящих перед правоохранительными органами. За первый квартал 2022 года мы регистрируем увеличение роста зарегистрированных фактов незаконных рубок в полтора раза. Но в целом за предыдущие года тенденция прослеживается на снижение зарегистрированных фактов. С начала года в регионе зафиксировано 27 незаконных порубок. Всплеск лесного браконьерства наблюдается в Осташковском, Сележаровском, Торжокском, Старицком, Западнодвинском, Торопецком и Калязинском районах области. Раскрываемость таких дел превышает 27%. Наблюдается положительная динамика возмещения ущерба от незаконных порубок. Установленная сумма ущерба от незаконных рубок леса составила 9 миллионов рублей. Аналогичный период 62 миллиона. В бюджет возмещено 1 миллион 700 тысяч рублей. За весь 2021 год сумма возмещения составила 7 миллионов рублей. Только за три месяца года окончено производством 5 уголовных дел по факту лесного браконьерства. По этим делам проходят 5 фигурантов. Одно из дел достаточно такое с большим ущербом, порядка 6 миллионов рублей, где местный фермер под видом расчистки своих земель занимался незаконной заготовкой древесины на землюх лесного фонда. Нередко подобные преступления идут рука об руку с коррупционной составляющей. Только в феврале 2022 года сдокументировано 4 факта дачи взяток должностному лицу, который, минуточку, занимал должность главного лесного инспектора одного из районов области. Который получал денежные средства от арендаторов лесных участков за беспрепятственную приемку работ, за согласование документов. Общая сумма взяток, полученных этим должностным лицом, составила 380 тысяч рублей. Но работу мы пока продолжаем. Возможно, сумма взяток будет больше установленных. По количеству пресеченных экономических и коррупционных преступлений в отрасли, по итогам трех месяцев мы занимаем седьмое место в Центральном федеральном округе. В марте текущего года Следственным управлением УВД Патерской области по материалам управления экономической безопасности окончено уголовное дело направлено в суд в отношении группы лиц, которые занимались хищением древесины при расчистке линий электропередач на территории двух районов области – это Лихославльские и Спировские районы. Ту древесину, которую они готовили, должна была передаваться территориальному управлению Росимущества для последующей реализации и поступления денег в бюджет. Фактически эти граждане предприимчивые занимались тем, что реализовывали заготовленную древесину с места местным предпринимателям, денежные средства от ее реализации брали себе, а в Росимущество предоставляли подложенные документы о том, что древесина заготовлена и находится на площадке для ее хранения. В плане профилактической работы важно нововведение по контролю транспорта, перевозящего древесину. С января 2022 года вступили изменения, касаемые транспортировки. Теперь оформляется электронный сопроводительный документ и более-менее можно прозрачно отследить легальность заготовки этой древесины, на перевозке уже до конечного покупателя. То есть от где она была срублена, кем приобретена, кем переработана и куда поставляется. В минувшем 2021 году в рамках реализации государственной программы Тверской области «Лесное хозяйство региона» на 2021-2026 годы и регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» освоено почти 87 миллионов рублей бюджетных средств на лесовосстановление, а это 18 тысяч гектаров, на закупку специальной лесопожарной техники и техники по лесовосстановлению. А еще правоохранители обращаются к жителям региона о необходимости информации о незаконных рубках леса. Если вы стали очевидцем такого преступления, звоните в полицию. В 16-й средней школе начался прием заявлений от выпускников 9-х классов тверских школ для поступления в кадетскую роту имени князя Михаила Тверского, созданную в 2008 году. В кадетской роте создан класс юстиции, в котором обучаются юноши и девушки, предполагающие в дальнейшем связать свою деятельность со службой в системах Следственного комитета России и Федеральной службы исполнения наказаний. Обучение в кадетском классе юстиция дает дополнительные баллы при поступлении в Академию Следственного комитета России. На своих экранах вы видите телефоны, по которым можно узнать всю необходимую информацию.